Приветствую вас, опять же, мне бы хотелось поддержать коллегу, Лисовскую Тамару, и, собственно, дошнить вас, Татьяна, какой же у вас всё-таки вопрос. То есть, ситуацию вы описали, она понятна, но что вы хотите? Если вам хочется гармонизировать отношения, то давайте поисследуем историю вашей жизни, историю ваших отношений, взаимоотношений с мужем, посмотрим, что и как у вас получалось, что и как у вас не получалось, и выяснить, что происходит, что можно сделать. Это первое. Второе. Вы начинаете своё письмо с сообщения «Мой муж мне изменяет». На основании вы пишите, что он стал холодным, перестал сглавать, там, и так далее, и так далее. На основании ничего вы сделали вывод, что он вам изменяет. Вот именно вывод, вывод насчёт его измен, на основании чего вы сделали. То есть, вы сделали этот вывод на основании того, что он стал холодным. То есть, он стал холодным, и вы решили, что он изменяет вам. Или есть ещё какие-то другие предпосылки к тому, что вот он может изменять. То есть, тут вот, на самом-то деле, желательно бы прояснить этот момент, потому что не совсем понятно, на основании чего вы решили, что человек изменяет вам. Ну вот. Это важная история, это важный момент, вот, потому что, ну, обвинять, допустим, обвинять человека в измене, да, обвинять, именно обвинять человека в измене. Ну, это достаточно серьезно, если он, например, не изменяет вам, то вы, получается, просто голословно его обвиняете, вот, в том, что, ну, в том, что он делает. Вот. И вы исключаете причину настоящую. То есть, вы, ну, не видите другой причины, которая может быть, вот, именно с того, что происходит. А то есть, а другие причины, они могут быть, это, какие-то обиды на вас, это, какая-то неурядица, да, в его личной жизни или с вами, это, соответственно, просто, там, например, ну, к примеру, это может быть рутина какая-то, да, просто, ну, элементарная рутина. Вот. То есть, вот эти все вещи, да, их нужно, конечно, исследовать, потому что, как я уже сказал, нельзя просто так взять человека, да, и обвинить в том, что он изменяет. Вот. Вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Только на, отмоладую того, что, ну, что он рекламный, вот. Вот. А-а-а-а-а-а, на мой взгляд, по крайней мере, по крайней мере, этого, этого делать нельзя, вот. Пакт не видит он этой истории, а дальше, а так, значит, он был холодным, перестал сказать, говорить приятных слов, а что это значит для вас? То есть вот конкретно для вас, что это значит, что он перестал говорить вам слова приятные, что это значит, какое значение это имеет для вас? Насколько много вы или мало вы потеряли, почему для вас это так важно? А вы, ну вы сами, говорите ему слова, ну ласковые слова, хорошие слова, приятные слова. Вот. Или нет? То есть вот, это такая достаточно важная история, на самом деле. На мой взгляд. Так, на мой взгляд, да? Вот. Вот так. Что? Что вы лишились? Давайте определим. Далее. Постоянно меня ждет, кто обвиняет в быту. Ну, обвинение, это опять же перенос собственных переживаний на вас. Это обвинение. То есть, опять же, важно не то, что он вас обвиняет, а то, скорее, как, как вы на это реагируете? На обвинение. Вот. Вот конкретно вы как на это реагируете? Вам, как вас это задевает? Да. То есть, понимаете, да, вот складывается такое ощущение, да, что вы от своего мужа, ну, через чур зависит. Вот. Складывается такое впечатление. А сами вы как будто бы, ну, сами вы как будто бы растворились в нем. И, ну, и вообще, вот, помимо него, да, вот помимо него, вам ничего особо не нужно. Помимо него вы мало чем интересуетесь. Вот. Опять же, я хотел бы ошибаться. Я хотел бы ошибаться. Но, то, что вы вот описываете, то, что вы пишите, это свидетельствует именно об этом. И это, к сожалению, не есть хорошо. Ну, для вас, по крайней мере, для вас. Вот. Вот так. Дальше. А в секции перестал его устраивать. Ну, творилось такое впечатление, да, что вы жалуетесь. Просто. То есть вы вот. Просто. Ну, просто решили. Пожаловать. На. На своего мужа. Ну, то есть вы пожаловали к себе, окей. А дальше что? Что дальше будете делать? Вот. Вот. То есть вот этот момент непонятным. Больше всего непонятным. То есть, по данным вы можете. Вот. Что дальше. У вас не вопросов к нам. Вот. Вопросов нет. Значит, к нам. Вопросов нет. Чего вы хотите. Тоже непонятно, да. Вот. Плюс вы жалуетесь на, значит, своего мужа. Это позиция жертвы. Это позиция жертвы. И, соответственно, вы можете почитать про эту позицию в интернете. Вот. Она так и называется. Позиция жертвы. Вот. В треугольнике Карпена. То есть, треугольник Карпена вы можете почитать. Вот там это написано. Вот так вот. То есть, вам порекомендовать можно из позиции жертвы. Собственно, когда выходите, выходите. Вот. Вот. Ну. Сейчас. Сейчас. На данный момент. Вот. Ходите из позиции жертвы. Чтобы вы брали на себя ответственность за то, что происходит. Вот. И не перекладывали ее ответственность на своего мужа. Вы, конечно, можете это сделать. Вот. Но, как видите, ничего хорошего в этом нет. Ничего хорошего из этого не получается. Вот. Так же хотелось бы выяснить с какого момента начались проблемы с мужем. То есть вот именно момент интересует. Может, ну, меня, ну, меня интересует. Интересует Stuart Encelos. Вот так. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что помог вам с ответом. Я надеюсь, что вы для себя что-то поняли. Я надеюсь, что вы для себя что-то уловили. Ну, вот. Надеюсь, что это будет вам полезно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.